Пусть год наступающий всем нам принесет А дарит всех лаской, заботой своей Здравствуйте, дорогие хайбуринцы! Это последний выпуск Океарского телевидения в этом году Хотим выразить вам, дорогие наши телезрители, огромное благодарность за то, что всегда были с нами За ваше доверие, любовь, ваша оценка очень важна для нас Наш первый сюжет о том, как весело использовать для здоровья провести время на открытом воздухе А именно про катание на коньках Испробовать лед мы решили на катке при Океарском горном колледже имени Смогелы Тасимова И сразу отметили некоторое удобство Он огорожен высоким бортом и его постоянно счищают от снега Одно из преимуществ благоустройных катков может с удобством посидеть и переобуться Щечки у детей были розовыми от мороза Они резво носились на коньках Ведь почти каждый день после занятия они приходят сюда, чтобы встретить своих друзей и поиграть Сегодня на катке многолюдно И даже очень маленькая девочка учит меня кататься По имени Дина Поспрашиваю у меня пару вопросов Как тебе сегодня здесь? Хорошо Нравится Очень весело И хорошо Давно ты катаешься? Да С друзьями сюда приходишь? Да Расскажи, чем вы тут занимаетесь? Какие игры играете? Догонялки Друг друга валим И прячемся, убегаем Спасибо большое Вот даже такие маленькие дети умеют кататься И учат таких больших взрослых сети никакие По гладкости очень хороший каток Но хочу сказать, чтобы относились бережно к катку А то появляются всякие дырки И потом трудно кататься Я катаюсь с пяти лет Я вначале катался в Фоке Когда тут еще катка Ну, в Горном колледже катка не было Но Как тут залили каток Я начал кататься тут Потому что тут очень хороший лед А также познакомилась с юными хоккеистами Которые после занятия пришли бы гонять шайбу Ну, ухожу сюда Как четыре дня назад только Потому что приехал четыре дня назад К бабушке в гости На Новый год Ну, отличается Тут хорошо Ну, как бы Тут народу бывает поменьше, чем в Уфе В Уфе там все жители почти на каток ходят Ну, и как Там он почти весь забит А тут зачастую почти свободно И всегда поиграть можно А что играете? Ну, в хоккей, как видите Я хожу на каток с третьего класса уже Сперва мне купили коньки Потом я Папа сказал Папа дал мне клюшку И сказал Иди вперед Играть в хоккей Я как полгода учился И начал играть со взрослыми Так постепенно Потом В фокке построили В том году каток Там не было места играть Я в том году просто ходил кататься А в этом году здесь построили коробку Играем в хоккей Днем идем Днем немножко катаемся Разогреваемся Потом играем в хоккей до вечера Потом вечером приходит старший класс С ними играем И потом И потом на остаток времени Делаю уроки в школу О том, какие его ждут в новшество Мы узнавали из заместителя директора По учебно-производственной работе Аркенского горного колледжа Имени Смагила Тасимова Артура Ибрагимова Данный спортивный объект Мы начали строительство В декабре 2012 года Спонсором В данном вопросе У нас является Башкирская медь Она нас проспонсировала Именно на начало строительства Каток был сдан В этом году в декабре Как вы видите Площадь составляет у него Порядка 1800 квадратных метров Детям нравится Все рады Каток мы заливали В течение полутора недель На заливке принимали участие Два наших мастера Производственного обучения И как вы видите Этот каток нравится Не только детям Но и населению села Океар Ну и соответственно В следующем году У нас планируется Более, скажем Такая модернизация Данного объекта То есть это освещение Музыка Прокат коньков И более теплое помещение Чтобы ребятам Можно было где-то переодеваться Ну а пока вот Как вы видите Объект пока вот у нас В таком виде В котором он есть Впереди долгожданные Новогодние каникулы Есть прекрасные Альтернативы Каникулярных Андрея Впереди своих родных И друзей И вперед на каток И даже если вы не умеете Кататься Никогда не поздно научиться Леша Атанова Анар Ахметов Зуфар Альбаев Служба новостей Служба новостей Служба новостей